последний кусочек лекции посвящен спутникам экзопланет пока надежно ни один такой объект не обнаружен но есть несколько неплохих кандидатов мы о них еще поговорим тем не менее очевидно что эра открытия экзолум это с одной стороны будущее с другой стороны будущее уже ближайшее то есть вряд ли есть серьезные сомнения что до 2030 года у нас уже будет вполне себе заметная статистика по спутникам экзопланет спутники можно делить на две основные группы регулярные и регулярные регулярные спутники формируются вместе с планетой в околопланетном диске помните в лекции про протопланетные диски в конце мы упоминали околопланетные диски которые в некоторых случаях может быть вот альма уже сможет наблюдать хотя пока первый результат отрицательный но тем не менее ясно что опять таки не дело какого-то очень отдаленного будущего непосредственное наблюдение околопланетных дисков вот в этих дисках должны образовываться спутники которые будут обладать тремя пожалуй основными особенностями естественно вращаться они будут в ту же сторону в которую вращается планета плоскость их орбиты будет более-менее совпадать с плоскостью экватор если только нет воздействий дополнительных эффект коза или просто какие-то тесные сближения могут переводить объекты на орбиты вне изначальной плоскости вот этого околопланетного диска и наконец третья особенность состоит в том что спутники должны быть заметно легче чем сама планета заметно легче это где-нибудь на четыре порядка то есть мы ожидаем что регулярные спутники должны быть гораздо меньше своих планет их соответственно будет труднее обнаружить поскольку здесь часто даже важно не относить не абсолютный размер спутника относительно теперь и регулярные спутники их можно разделить на две части более часто встречающиеся захваченные спутники и более редкие случаи как луна у земли это спутники образовавшиеся в результате столкновения ну естественно забегая вперед пока наверное проще будет обнаруживать спутники у больших планет у больших планет всегда есть внешне плотные газовые оболочки поэтому образование столкновением там вообще не подходит зато вот случае захвата могут быть очень интересно и мы про них упомянули еще потом но вот спутники пока не открыты по транзитным наблюдениям открывают всякие интересные структуры вот есть например такое гигантское совершенно кольцо или систем колец которая простирается на очень большие расстояния но это молодая звездная система так что система находится еще в стадии такой первоначальной релаксации формирования и возможно со временем это рассосется но тем не менее вот по наличию такой вот интересной транзитной картины которая на этом повернутом графике нарисована была обнаружена такая вот любопытная система есть звезда есть компаньон звезды и вот аж на шесть десятых астрономической единицы вокруг компаньона простирается такая шикарная система колец но нас все-таки пока интересуют спутники проще обнаружить спутники большие относительно своей планеты то есть даже повторюсь не так важен собственный размер спутника как важно чтобы спутник не был гораздо меньше планеты то есть чтобы он так или иначе на планету влиял или на явление связанное с планетой соответственно может быть важна и масса может быть важен радиус спутника зависит от того что наблюдаем как наблюдаем что пытаемся увидеть непосредственно в наблюдениях соответственно если мы говорим о небольших планетах то тогда будет проще обнаруживать регулярные спутники вот землю и луну такую пару можно обнаружить в этом смысле обнаружить например галилеевы спутники у аналога юпитер гораздо сложнее потому что в одном случае отношения масс один к 80 а в другом один к десяти тысячам галилеевы спутники все спутники регулярные а вот например пару нептун тритон уже опять-таки можно обнаружить и безусловно можно обнаруживать пара с таким отношением масс как плутон хором вот не прямо пару плутон хором по ряду причин такое трудно обнаружить и размеры и массы маленькие и орбитальный период совершенно колоссальный далеко от звезды находятся но такое отношение масс по сути формирующую двойную планету они планету и спутник обнаружить конечно будет проще начнем с регулярных спутников посмотрим каковы здесь перспективы здесь приведен результат моделирования было сделано много прогонов и соответственно вот на левом графике показано количество спутников у массивной планеты 10 масс и питера планета распределение по количеству спутников разных прогон но тут что-нибудь типа сотни прогонов очевидно было сделано и видно что галилеевая система 4 массивных спутников вполне себе часто встречается пик как раз на четырех спутник как вы видите 4 5 6 вполне себе нормальное число к слову сказать примерно аналогично количество образующихся планету звезды то есть все так в миниатюре повторяется можно ли получать массивные спутники можно на правом графике представлено распределение по массам и большим полуася для одной из реализаций четыре спутника вот из как раз максимум то есть часто встречающаяся конфигурация и видно что повторюсь планета имеет нас 10 нас и питера и четыре спутника с массы примерно как у меркурия марса ну вот такая система уже не выглядит такой уж не обнаружимой помощью если не современной аппаратуры то с помощью того что появится в ближайшие годы ближайшие годы джеймс web это плата это w first который переименовали в нэнси грейс роман ну может быть какие-то еще аппараты там может быть ариэль которые смогут разными способами такие системы обнаруживать то есть прямо там по наблюдению транзитов или других каких-то явлений но кажется что такие системы потенциально обнаружены другое дело что вопрос в том как часто они встречаются то есть нам нужна массивная планета скорее всего транзитная планета но или с какими-то еще особыми характеристиками и это делает более проблематичным открытие за какой-то короткий срок но действительно я думаю что там с появлением платы джеймса уэба если знать куда смотреть то такая система просто открывается теперь посмотрим на захват спутников значит естественно нужно взаимодействие трех тел и в данном моделировании рассмотрена следующая ситуация есть массивная планета ну как массивная там как сатурн примерно три массовые пяти есть массивная планета и она взаимодействует с двойным телом соответственно вот из этой подлетающей пары один компонент захватывается его масса по вертикальности отложено другой теряется теряется в среднем всегда менее массивный компаньон поэтому вот видно на графике что выброшенная масса на порядок примерно меньше прилетевший рассматривались рассматривалось много вариантов но это всегда какие-то конкретные реализации наклонные линии такие они соответствуют параметру максимального сближения таком импакт фактору фактически пять радиусов планеты 10 15 но на правой панели 15 уходит из масштаба графика вот и что мы видим мы видим что вполне себе реалистично при тесном сближении захватывать спутники с массой как у марса довольно легко чтобы направить опять же взгляд на каждом рисунке на каждой панели справа приведены массы марс и меркурия титана и луны соответственно вот тесное сближение с парой может приводить к захвату довольно массивных объектов соответственно считается что например тритон и метон каким-то таким способом был захвачен там конечно масса поменьше но она тут не нарисована но тритон это что-то типа луны соответственно вот если все это масштабировать то можно получать массивные спутники повторюсь для нас важно чтобы спутник был конечно массивным но при этом чтобы отношение массы спутника к планете не было очень маленьким иначе влияние спутника будет трудно обнаружить каково же может быть это влияние что мы вообще можем видеть значит исходим из того хотя все равно у меня будут картинки но мы исходим из того пока что обнаружить сам спутник прямо по транзиту мы не можем то есть мы все-таки хотим обнаружить объект меньше марса марс еле еле-еле-еле можно в транзите уловить но есть эффекты более сильные чем собственно прямой транзит чем просто падение блеска это то что мы обсуждали на первой лекции это вариация времени транзита вот первый пункт титиви вариация длительности транзита второе третье мы не обсуждали это вариация радиуса затмевающего тела здесь идея просто в том что иногда мы видим проекцию на диск звезды сразу и планеты и спутника то есть эффективный радиус затмевающего тела больше становится иногда спутник оказывается за или перед планеты и тогда соответственно мы видим в такой конфигурации менее глубокий транзит и вот эту вариацию глубины транзита тоже можно рассматривать как дополнительный метод и наконец может меняться орбита планеты что к слову говоря будет сказываться и например на длительности транзита но может приводить к каким-то еще эффектом то есть может быть у вас там наклонение орбиты прямо является параметром который вы вытягиваете хорошо что у нас чувствительностью по титиви титиви в принципе такой самый доступный что ли метод я бы сказал его можно довольно массово применять чем люди и занимаются и вот совсем недавно в июне этого года вышла статья мы еще вернемся к ней поскольку в ней приводятся результаты поиска то есть это не какая-то методология только но это результаты поиска и некоторые выделенные кандидаты о которых я еще скажу но пока нам интересно методологическая часть справа просто нарисована схема она вроде простая но тем не менее важно понять что собственно происходит у нас планета под действием спутника смещается относительно их центра масс и поэтому нам важно чтобы относительной массы относительная масса спутника не была слишком маленькой потому что иначе не будет большого эффекта планета не будет сильно смещаться относительно центра масс вот планета смещается и поэтому рассчитанное время транзита который по сути рассчитывается там для центра масс для некого усредненного значения будет не совпадать с наблюдаемым транзит будет наступать то раньше то позже и соответственно метод такой вот довольно чувствительный разумеется конечно надо подчеркнуть что это хорошо работает когда вы наблюдаете много транзитов много транзитов наблюдается для коротких орбитальных периодов короткие орбитальные периоды это расстояние от звезды одна десятая астрономической единицы там планета вообще не образуется планета должна туда попасть чтобы туда попасть из внешних частей диска там скорее всего планета родилась где-нибудь за снеговой линии вот она должна была мигрировать по диску вообще говоря миграция не очень полезна для сохранения спутника спутники могут теряться хорошая новость наверное состоит в том что спутники могут и приобретаться в ходе миграции поэтому похоже что нет ничего исключительного в том что сильно мигрировавшая по диску планета будет иметь спутники так что это нас не должно смущать ну вот посмотрим на левый график на чувствительность значит заведомо мы обсуждаем область за кеплеровской поскольку все равно еще данных кеплера за кеплеровской фотометрической чувствительностью то есть что это означает что самого спутника в транзите не видно спутник конечно проходят по диску звезды но падение блеска при этом меньше чем чувствительность методов это нам отрезает справа такое отрезание чисто формально мы просто не рассматриваем такие объекты которые в правую часть попадаются хорошо теперь по вертикальной оси отложено расстояние от спутника до планеты и соответственно спутник не может находиться очень далеко от планеты потому что мы рассматриваем все-таки система трех тел звезда планета спутник и соответственно если спутник там очень далеко то орбита перестает быть устойчивой так что нам тоже не очень интересно но естественно такой график вы можете нарисовать для там конкретных масс расстояний наличие или отсутствие других возмущающих тел в системе то есть это такой условный предел тоже в общем ограничивающий но не сказать что очень важный для нас нарисована собственно луна и нарисована чувствительность нарисована чувствительность метода ну видно что на довольно больших расстояниях даже спутники менее массивные чем луна даже спутник на порядок менее массивные чем луна можно обнаружить но на больших расстояниях потому что чем дальше вы отодвигаете спутник вот это плечо увеличиваете соответственно у вас будет это плечо увеличиваться и тогда у вас будет больше отклонения во времени транзита и поэтому соответственно проще обнаружить но хорошо теперь значит про чувствительность других методов все-таки про прямые транзиты которые я говорил что надежд мало но тем не менее скорее это иллюстрация того насколько мал эффект и ну а дальше можно задуматься какая же нам нужна чувствительность какие нам нужны аппараты чтобы это увидеть наверное можно сделать такое с одной стороны странное с другой стороны банальное очевидное утверждение что вообще говоря почти про любую чувствительность если вы наблюдаете много то вы можете вытащить данные о транзите то есть если бы там кеплер от наблюдал какой-нибудь транзит сто пятьсот раз то может быть он все равно вытащил бы точек просто много поставил бы и в итоге эффект был бы обнаружен там погоняли бы много разных моделей естественно время дополнительного падения блеска оно будет все время разное при разных транзитах но можно запустить суперкомпьютер посчитать много моделей и вытащить все равно но реальность не такова в реальности кеплер уже не работает тесс работает в таком режиме что вряд ли обнаружат спутники вот кстати может быть хеопс может обнаружить почему нет он долго будет мониторить из космоса отдельные конкретные звезды у которых планеты уже известны там много параметров известных можно вкладывать как заданное может быть хеопс откроет всего лишь 32 сантиметровый телескоп почему нет может быть это может быть ему повезет здесь элемент везения велик но как бы то ни было вы видите что эффект на порядок а то и больше от спутника меньше чем от транзита планеты поэтому обнаруживать все это очень и очень нелегко и здесь выбран довольно такой экстремальная экстремальная пара то есть планета видите довольно большая поэтому падение блеска все-таки заметные и спутник очень крупный но тут еще раз нам показывают насколько мал эффект и соответственно вот кривая пунктирная здесь на зуме пунктирная это без наличия спутника красная со спутника соответственно это соответствует спутнику с земными параметрами то есть сама планета и и параметр здесь написано но это очевидно юпитер даже чуть больше двухпроцентное падение 10 масс юпитера там радиус почти не меняется поэтому важно что это большая планета спутника размером земли и отличие вот на входе вот тут очень маленькие оказываются то есть это пока находятся за пределами чувствительности но или нужно видеть очень и очень много повторов здесь возникают другие проблемы очень красивая картинка мне очень нравится что будет если юпитер со своими четырьмя большими спутниками транзитит по солнцу как это будет выглядеть но вот так это будет выглядеть то есть сам транзит юпитера процентный да то есть в этом масштабе это куда-то глубоко вниз падает а вот спутники будут входить и выходить и это эффект пятого знака как вы помните там никакой кеплер ничто в пятый знак не дает дает пока четвертый знак то есть нужен аппарат на порядок более чувствительный чтобы напрямую в транзитах увидеть реалистичные системы спутника не какой-то там юпитер со спутником размером с нептун а юпитер с размерами со спутниками размером со спутники юпитера это пока далеко за пределами возможности прямых транзитных наблюдений есть еще всякие красивые эффекты как можно видеть эффект присутствия спутника они естественно еще более тонкие можно видеть тень спутника на яркой стороне планеты можно видеть момент когда спутник оказывается в тени планеты и поэтому ничего не отражает но в общем как видите много есть разных всяких красивых комбинаций можно рисовать картинки с одной стороны достаточно очевидны то есть сообразительный школьник может на олимпиаде по странам все это придумать с другой стороны наблюдать это с помощью текущей чувствительности пока к сожалению невозможно что возможно наблюдать есть всякие красивые вещи например наблюдаемые вообще методом гравитационного линзирования есть один красивый случай естественники и которые нам здесь не светятся есть уже довольно старая линза почти десять лет назад наблюдалась там почти семь лет назад была публикация соответственно там очевидно маломассивная основная линза ну естественно там еще менее массивный спутник вот проблема в том что как часто бывает в линзировании мы не знаем расстояние то есть здесь не было никаких синхронных наблюдений спицером и поэтому в общем детальных данных нет и есть два основных решения каждое решение все равно это не дельта функция некие распределения на центральной картинке это видно картинки в центре слайда но интересно что одно из решений одно из решений банальное это красный карлик с таким с нептун а второе решение интересное это объект с массой юпитера и спутник вот с массой в половину массы земли это было бы конечно очень любопытно решение но никакой ясности здесь нет есть вот такой вот интересный кандидат который интересно рассказывать считается что есть один хороший кандидат в принципе он до сих пор обсуждается это кеплеровский объект кандидат был настолько хороший что вот его появление инициировала дискуссию о номенклатуре как обозначать спутники и было принято решение насколько я знаю неофициально но часто такие решения приживаются соответственно вот кеплер 1625b это планета и один это спутник то есть римскими после буквы планет вот если считать что это правда спутник то соответственно там получается что спутник очень большой спутник очень большой и вот радиус соответственно спутника отложен по вертикальной оси в единицах земного радиуса и видно что радиус большой планета похоже на юпитер ну вот спутник довольно крупный кандидат опять таки был настолько хорош что было выделено довольно много хаббловского времени для наблюдения транзитов и помнение авторов это мне следовало бы здесь на вопрос все таки поставить это точка зрения автор без знака вопрос помнение авторов изначального открытия вот повторных наблюдений они как бы своих наблюдений подтвердили в новых наблюдениях подтвердили наличие этого кандидата с другой стороны была довольно большая критика этого результата поэтому вообще говоря я не думаю что много людей уверены в том что речь идет действительно о том что в данном случае обнаружено экзолуна первое но тем не менее вот такой кандидат есть и наверное работа по нему будут продолжаться и скорее всего какой-то там гвоздь сможет вбить что-нибудь вроде джеймса веба или w first он он же нэнси грейс роман когда они смогут получить наблюдения на гораздо более высоком уровне точности получить их можно относительно быстро в том смысле что известно когда и куда смотреть и нужно просто от наблюдать несколько транзитов с помощью достаточно большого космического телескопа который даст большую точность и действительно там за пару наблюдений уж точно можно или подтвердить это все или окончательно закрыть кандидат в этом году вот в июне появилась статья где люди обработали много кеплеровских данных они искали экзолуны по вариации времени начала транзита времени транзита в их выборку попало 9 объектов и для шести из них они не исключают наличие луны то есть собственно что происходит что наблюдается действительно наблюдаются вариации в во времени транзитов теперь нужно как-то интерпретировать стандартная интерпретация состоит в том что в системе есть еще одна планета значит менее стандартная интерпретация что у этой наблюдаемой планеты есть луна и то и другое будет давать вариацию времени транзита ну вот дальше сравнивать трудно поскольку параметров довольно много но в некоторых случаях можно исключить лунную природу возмущающего тела что авторы сделали но вот в некоторых случаях они не смогли исключить это и соответственно у них есть несколько кандидатов но вы помните такой график который здесь посрединке отражающий чувствительность метода который приводил выше ну и соответственно вот их кандидата попадают в эту область где метод чувствителен как бы все хорошо ну и соответственно тем не менее я подчеркну что спутники получаются сильно аномальные то есть отношение массы спутника к массе планеты больше чем у системы земля луна системы земля луна уже довольно регулярны здесь отношение еще выше и это конечно вызывает некоторые вопросы но как мы говорили обсуждая механизмы формирования спутников образование массивных спутников появление лучше сказать массивных спутников у планет совершенно не исключено и возможно какие-то из этих кандидатов все-таки реальные спутники интересны и с точки зрения поисков жизни собственно мы знаем что в солнечной системе пожалуй теперь самые интересные места для поиска жизни это европа энцелад может быть гнине то есть ледяные спутники но нас да то есть жизнь на спутниках в таком простейшем виде может появляться и вне зоны обитаемости но почему разговор периодически идет часто идет о зонах обитаемости потому что зона обитаемости определяется таким образом что жизнь может охватить большую часть поверхности планеты и соответственно существенно влиять на атмосферу планеты и на характеристики больших площадей на планете и и то и другое является биомаркером ну или как говорят biosignature я не знаю как нет устоявшегося хорошего перевода на русский такие биознаки биоподписи и поэтому нам интересна жизнь в зонах обитаемости но в принципе можно представить себе всякую экзотику связанную жизнью которая охватывает поверхность спутника то есть не сосредоточен в подлёдных океанах или там где-то еще вне зоны обитаемости вот почему во-первых спутники могут иметь дополнительный источник тепла связанный с проливным воздействием уже по системе и у юпитера на и у я напомню мощные вулканы существуют по этой системе мы знаем что это работает точно соответственно можно сильно греть недра и тогда вам не нужен внешний прогрев то есть вы можете находиться там в нескольких астрономических единицах или в десятках астрономических единиц от звезды или вообще вы можете рассмотреть пару планета спутник без звезды как вот в том случае гавиационного линзира проливы будут греть и это само в себе может являться достаточным для появления жизни будет атмосфера будет парниковый эффект который до некоторой степени положительно и поэтому возникают как бы вот новые новые зоны обитаемости поскольку интенсивность приливов зависит естественно от расстояния до центральной планеты и поэтому можно формулировать новые зоны обитаемости в общем некоторая попытка нарисовать их представлены на этом рисунке детали пожалуй вдаваться не буду кому интересно посмотрите оригинальную статью во вторых даже если спутник у нас относительно маломассивный а у маломассивных тел мы не ожидаем наличие мощного магнитного поля а это означает что магнитное поле не сможет защитить атмосферу планеты от звездного ветра но спутник разогреваемый приливами должен находиться довольно близко от планеты гиганта а планеты гиганты обладают очень сильными магнитными полями и поэтому спутник может большую часть времени или все время находиться внутри магнитосферы планеты то есть ему не нужно свое магнитное поле хватает магнитного поля планеты но его тут нарисован соответствующий пример то есть орбиты спутника целиком находятся внутри зоны где магнитное поле центрального тела защищают от потока звездного ветра так что еще одна проблема решается что в принципе конечно приятно поэтому спутники рассматриваются как потенциально обитаемые места даже вне классических зон обитаемости вокруг звезд возможно джеймс веб будет аппаратом который сможет зарегистрировать спутники довольно интересным методом просто напрямую то есть если спутник крупный и вращается естественно вокруг планеты гигант на относительно близкой орбите если спутник крупный то он будет прогреваться до высокой температуры и станет мощным источником инфракрасного излучения и тогда как раз когда планеты находятся далеко от своей звезды такие спутники могут стать заметными для джеймса веба источниками и это будет конечно очень необычный метод обнаружения таких тел ну и как раз собственно вы видите работа одна и та же вот откуда взяты эти картинки тут все увязывается вместе в один такой комплект комплекс если джеймс веб открывает такие вот теплые спутники теплые большие спутники вокруг массивных планет то такие спутники автоматически попадают в потенциально обитаемые объекты потому что если он такой теплый то значит температурный режим там так подходит если он массивный то в этой области почти наверняка гарантирует существование большого количества льдов в составе объекта лед это вода при таком температурном режиме все это вместе означает наличие достаточно плотной атмосферы потому что тело массивные может ее удержать но про защиту благодаря магнитному полю планеты мы уже говорили то есть получается так очень действительно привлекательный комплекс который потенциально позволяет обсуждать существование жизни в такой экзотической системе ну вот на этой позитивной ноте эту часть лекции вообще третью лекцию я заканчиваю список литературы по всем упомянутым в этой лекции вопросам но в основном как вы видите здесь статьи обзоры связанные с атмосферами и внутренней структурой планет по атмосферам хороший свежий обзор который последний в списке именно по атмосферам и потому что мы можем из наблюдений о них понять какие данные можем получить по структуре экзопланет ну в ходе лекции наверное можно было понять какой обзор вам больше подходит но вот 3 4 в списке на мой взгляд вполне хорошие обзоры хотя в общем плохие было бы бессмысленно включать в этот список все они по-своему интересны на этом третью лекцию я завершаю